Всем привет друзья! В эфире канал видеоохота. Сегодняшний выпуск будет посвящен весам для пороха. Я расскажу вам о том какие весы вообще в принципе существуют, какие лучше всего использовать для взвешивания пороха при снарожении охотничьих патронов, какие есть недостатки и преимущества того или иного типа весов. Приступим изначально к существующим весам. Существуют весы механические, вот как вот эти вот на данный момент вы видите. Это не обычные лабораторные, еще со школы многие знают эти весы механические. Это немножко весы другого, скажем так, формата. Принцип тот же как и у школьных, но они немножко здесь по-другому сделаны в плане того, что здесь плечики у них немножко поменьше будут. Вот, лабораторные немножко, они плечи более длинные, чем в этих. Но это не столь существенно, вот, потому что механическими весами принцип работы одинаков во всех, каких бы они там размеров не были. Вот, у них все обычно это две чашечки, вот это плечико, здесь как бы стрелочка, которая регулируется. Такой своеобразный штатив, вот, куда одеваются вот эти вот чашечки. Ну вот, по сути, больше здесь никаких замысловатых конструкций нет. Помимо таких весов, существуют еще весы электронные. Ну, на данный момент у меня их нет, потому что я, в принципе, ими не пользуюсь. И скажу откровенно свою точку зрения по поводу электронных весов. Дело в том, что электронные весы при взвешивании пороха дают погрешности. Если покупать очень качественные электронные весы, то они будут довольно дорого стоить. А такие недорогие, то есть обычные китайские, они дают погрешность при взвешивании самого пороха охотничьего. Вот, взять же тот же порох сокол. Если я практиковал взвешивание пороха, ну и от раза к разу есть незначительное отклонение. А это уже при снаряжении охотничьих патронов, ну, чревато различным боем будет ружья. Вот, но это, на это нужно обращать внимание, и с порохом так сильно не поиграешься, как с дробью. Есть пороха очень мелкозернистые, там буквально немножко пересыпешь незначительную какую-то сотую часть, уже выстрел будет другого характера и результативности. Поэтому для пороха я исключительно использую вот такие вот механические весы. Если кто-то применяет электронные весы или собирается приобрести электронные весы, то прошу вас отметить внимание на следующее. Значит, электронные весы лучше брать с наименее максимальным весом, который можно взвешивать на них. То есть, там, допустим, до 200 грамм есть весы электронные, есть там до 500 грамм. То есть, если выбирать между весами, на которых можно взвешивать максимум 500 или 200, то я бы приобрел, конечно, те, которых можно взвешивать максимум 200 грамм. То есть, такие весы будут более чувствительные, они будут более точно показывать взвешивание пороха, при снояжении. Вот. Поэтому вот такое внимание обращайте. Но, опять же, из своей практики использования весов я все-таки рекомендую применять только механические весы. Потому что точнее механических весов, вот как наподобие вот этих, никакие весы не покажут вам точный вес. Может кто-то поспорить со мной, пожалуйста, пишите в комментариях под этим видео, но я высказываю свое личное мнение. Дело в том, что в электронных весах может или подсесть батарейка, вот, это такое тоже бывает, они показывают различный вес из-за этого даже, и... То есть, причин может быть масса, но электроника, она и есть электроника. Вот. А механика, вот, пожалуйста, это... Это точнейшие весы, ничего не могу поэтому сказать. Ну, к этим весам, соответственно, нужны вот такие вот гирьки. Здесь у меня есть специальный набор гирек. Вот. Ну и такой пинцетик своеобразный, то есть, которым удобно можно брать гирьки и класть на чашу весов. Вот. Среди гирек здесь есть гирьки у меня по 5 грамм, по 2 грамма, вот, соответственно, 10 грамм. Вот. И тут 20 грамм. Несколько по 20 грамм. То есть, этого вполне достаточно. Вот. Для взвешивания пороха, ну, конечно, нужны такие мелкие гиречки. Вот. У меня гиря по 500 миллиграмм. Здесь у меня есть по 200 и у меня есть по 250. Вот. Я подобрал для себя взвешивания пороха определенной навески. И мне вот этого вот ассортимента гирек вполне хватает. Ну, для того, чтобы приступить к самому взвешиванию, первым делом нужно уравновесить вот эти две чаши весов. Да, это такая, знаете, кропотливая работа. Она быстро не снарядишь патронов. В отличие от того, если кто-то применяет электронное, там побыстрее дело происходит. Но, я же, как я ранее говорил, что на таких механических весах взвешивание пороха наиболее точное. А это очень важно при снаряжении патронов. Вот. Это тот фактор, который, в принципе, дает возможность определиться с весами, электронный или механический. Тут бесспорно лидер являются механические весы. Так вот, для того, чтобы уравновесить, нужно вот это плечико, чтобы было ровненько. То есть, стрелочки сходились вот здесь. Да, вот эти вот... Стрелочка вот так вот сходилась. Ну, вы сами понимаете, чтобы они были ровно стояли. Для этого я смотрю, какая из чаш перевешивает незначительно и накладываю сюда какой-нибудь незначительный вес для того, чтобы выровнять стрелочку. Ну, здесь у меня вот небольшой кусочек бумаги, такой плотненько лежит на этой чаше. И этого, в принципе, достаточно для того, чтобы произвести уравновешивание этих весов. Вот. Ну, и затем, конечно, я кладу там на любую из чаш, ну, в данном случае, конечно, более приспособленная для этих целей, это вот эта вот сторона. То есть, вот я кладу сюда гиречку 2 грамма, если мне нужно порох насыпать. А в эту чашечку насыпаю уже порох, который собираюсь, которым собираюсь снаряжать. Подсыпаю. Когда уже стрелочка подойдет к центру, то есть это все разовисится, я беру и засыпаю вот этот вот уже порох в саму гильзу. Вот. Вот таким вот образом происходит взвешивание охотничьего пороха при снаряжении патрона. Здесь ничего сложного нет. Все банально просто. Вот. Но самое главное, это точность. А точность у механических весов, можно сказать, номер один. Вот. Поэтому всем рекомендую применять именно вот такого плана весы для взвешивания пороха. Если вы охотник, вы на самом деле охотник, а не стрелок, потому что есть среди так называемых охотников стрелки, я называю таких людей стрелками, потому что для них главная цель это пострелять. Стреляют и на 80 метров, и на 100 метров стреляют, ну, знаете, популять. А те, у которых в наличии есть автоматическое оружие, то есть в данном там 5 зарядки какие-либо, то там и по 5 патронов, да, пока все не выпуляют, не успокоятся. И не взирают на то, что дичь там уже за пределами оптимального расстояния, с которого можно ее достать. Ну, тем не менее, выстреливают. Вот для них вот такая вот система снаряжения такими весами очень длительная. Это слишком нудно, это слишком долго, как они утверждают. Я лучше возьму электронные весы, а и подавно лучше возьму, куплю в магазине пачку патронов и не буду заморачиваться. Ну, это дело каждого отдельного человека, охотника. Вот. Ну, я считаю, что если вы все-таки себя приписываете к охотникам, то вы должны уметь и снаряжать патроны, пользоваться соответствующими весами для взвешивания пороха. И понимать, что взвешивание пороха при снаряжении патрона это очень ответственная работа. И здесь погрешностей не должно быть. Вот. Потому что в противном случае вы получите просто разный обои из ружья. Ружье будет бить по-разному от выстрела к выстрелу. Вот. И, ну, на охоте вы получите не удовольствие, а одно только расстройство и огорчение. Поэтому, пожалуйста, если у кого-то есть своя точка зрения по поводу того, какие весы использовать на охоте, пишите в комментариях под этим видео. Я буду рад это услышать. Вот. Ну, на сегодня все, что я хотел сказать, я вам рассказал. Пожалуйста, если вы не подписаны на канал видеоохота, то подписывайтесь. В дальнейшем мы будем рассматривать и другие вопросы относительно охоты. вот. И в скором будущем уже будем снаряжать охотничий патрон по моей личной технологии, как это делаю я. Вот. Я вам все в подробностях об этом расскажу. Ну, что ж, на сегодня все. До новых встреч, друзья. Смотрите другие видео на канале видеоохота. Для этого прямо сейчас нажмите на одну из картинок, которые вы видите перед собой, и наслаждайтесь просмотром. Кроме этого, не забывайте оставлять комментарии и ставить лайки. Субтитры сделал DimaTorzok